Добрый день дорогие друзья! С вами Дмитрий Черепощук. Обзор интересных инструментов на середину апреля. И чтобы долго не растягивать и не забирать ваше и мое время, начнем. Смотрите, ребят, самый интересный, на мой взгляд, инструмент, их два, да, сегодня мы рассмотрим. Начнем мы с нефти. Наконец-то это свершилось. Вышли мы из боковика, вышли выше, все замечательно. Теперь смотрим, как будут развиваться события. Я сейчас покажу свою позицию, которая у меня была, и расскажу, как я вижу дальнейшее развитие событий. Вышли мы из боковика в районе 65 долларов, да, стояли мы с 18 еще марта. Наконец-то выход выше, хорошее закрепление, уверенно, это дневной график, да, сейчас покажу на часовом таймфрейме. Да, видели какой-то набор позиций, наконец-то произошел хороший импульсный выход, все, показали нам направление, замечательно. Что теперь? Ребят, я бы посмотрел сегодня на открытие длинных позиций от уровня 67, 67,10 где-то в этом районе. Сам открывал еще вчера, да, от лоу вчерашнего дня. Часть позиций зафиксировал еще перед вечеркой, вернее, прошу прощения, перед закрытием, да, чтобы снять с себя риски в районе 66,86 я выходил и тут немножко по 99 перед круглым числом поставил. Сейчас вышли выше, часть позиций я еще держу, вот уровень, вот стоп. Поэтому смотрите, за выходом инструмента выше, это очень хороший, может быть, лонг, да, потому что долго накапливали, сейчас вышли, очень хорошо смотрится инструмент на лонг. Теперь посмотрим золото, аналогичная ситуация. Также был какой-то рода боковик, сейчас вам дневку открою пошире. Был боковик, да, если взять его более точно, тут где-то 17,50, да, вот, был ложный пробой, после ложного пробоя должны были скорректироваться, не скорректировались, вышли еще выше, да, если взять этот уровень, это я уже по текущему провел, да, ближайшему. Если взять, мы этого бара не видим, да, свечи бара, вот, чистый ложный пробой, все красиво, идем вниз, а нет, оп. Это что означает? Это значит, что ложный пробой не состоялся, и теперь идет закрепление выше. Поэтому золото рассмотрите, ребят, тоже к покупке, сам присматриваюсь к нему. Пока, пока на 5 минутке, да, я торгую уровни из дневки, да, но вхожу более точечно, чтобы поменьше стоп, побольше можно было взять позицию, да, более ювелирно, так сказать. Вот, поэтому пока для меня на 5 минутке, видите, болтанка, непонятно, да, я пока буду ждать выхода или уже выше хая прошлого дня, или буду смотреть отбой от уровня 17.60, это который пришел у нас вот с дневного графика. Поэтому присмотритесь к золоту, может очень хорошо тоже сходить, тем более пятница, обычно в пятницу вот такие движения бывают коррекционные, да, как я всегда говорю, но по золоту бывают такие тенденции, что вот оно всю неделю, непонятно, непонятно, под пятницу потом стреляет, опять первые дни недели, понедельник, вторник, среда, отстаивается, да, и потом идет уже более целенаправленное движение. Вот это сугубо наблюдение, это никакой не теханализ, да, это только мои наработки, которые вот я торгую и я подмечаю. Также, ребят, посмотрите на евро-доллар, это не рекомендация, это более такая, как сказать, присмотреться, да, вот посмотреть ситуацию. Очень интересно, потому что развязка этой ситуации может дать хорошую прибыль. Что именно? Мы видим уровень есть в районе 1.20, да, хороший уровень, круглый, все замечательно. Сейчас мы его протестировали, да, пока стоим ниже. Вот очень интересно будет развязка данной ситуации, потому что мы пробивали его, да, от него очень было хорошее движение, сейчас подошли на ретест. Если ретест этот удастся, после закрепления ниже, скажем, сейчас точно посмотрим, low 1.19.65, я бы присмотрелся к шортам. Вот, вот у меня на 5-минутке отмечено. Если выходим ниже, да, какого-то рода накопление маленькое в канале, да, 5-минутном, я бы посмотрел на шорт, да, то есть хорошая может быть ситуация, можем опять возобновить наше падение, но это в случае закрепления только ниже 1.19.70. Очень интересный этот инструмент, пока я не трогаю, да, пока я еще раз говорю, я наблюдаю, но ситуация очень интересная. Рассмотрю также пару доллар-рубль на дневном графике, вот на 5-минутке. Пока формируется у нас такой видоложный пробой, да, протестировали объем и выкупаем назад. Но мы посмотрим более глобально. Посмотрим, что у нас на дневке. На дневке вчера был огромный хвост, да, протестировали. Выбросили всех, так сказать, слабые руки, да, кто ставил маленькие стопы сразу за уровень, тут побоялся или по безубытку. Выбросили, сейчас направляемся вниз. Уже продавать как таковой я бы не стал, потому что сильно за сегодня прошли. Большая свеча. На откате, да, вот на откате в зону 76.500, вот здесь я бы посмотрел. На следующей неделе, естественно, я бы смотрел уже шорты. После такой дневки я бы рассматривал шорты ниже 76.137. Это тоже очень хорошая, может быть, позиция, да, потому что набирали у нас в канале, сделали ложный пробой. Еще один не пускает, не пускает нас выше, да, хотя весь фон, да, негативный, что способствует, наоборот, к росту, да, цен за доллар, да, но рубль, к своему удивлению, да, укрепляется. Мы так как трейдеры торгуем по техническому анализу, нам фон важен, но мы смотрим текущую картину на графике. Поэтому сейчас на графике рисуется более шортовая модель. Сегодня я бы не стал лезть уже в шорты, а вот на следующей неделе я бы присмотрелся. По инструментам интересным я прошелся, да, идеи, которые я хотел вам донести, я донес. Желаю вам успешных торгов, да, успешного закрытия положительной зоны ваших депозитов в пятницу. Хорошо отдыхнуть на этих выходных. И главное, не болейте. Всего доброго.